Музыка Музыка Номер 6 За 2014 год От издательства Я вам ранее писал, что у меня не получается Посредневодой проделать длительный голод больше недели Бывает, человек не настроится Я в этом году, кстати, сделал 2 голода по 5 суток Думалось побольше, но не получилось Это надо настроиться Настроиться В основном настроиться Некоторые говорят, а вот там надо время выбрать Надо, чтобы отпуск быть Надо, чтобы дома никто не ел Меньше каких-то дел было домашних Это все отговорки Просто человек не настроился Если хорошо настроиться на голод То будешь и работать, и дела выполнять И голодать Так, познавательно-практическое продолжение цветочной терапии Очень интересная вещь Для меня это нечто новое Значит, вот такой бах Врач, который Который, по-моему, он англичанин Который Сделал различные, видите, такие вот настойки На основе цветов И с помощью их лечил Цветочной терапии Ну, вот если говорить о этом Это, скорее всего, воздействие идет на Поле тонкие тела Где энергии начинают Ну, будет Недостача восполняется Там уравновешивается И действует уже через тонкие тела На физическое тело Вытесняя болезнь Делая его здоровым Вот я постарался подобрать Различные Все эти растения Которые он указывает Откуда что То есть это не просто я Подобрал Ну, в мире Что-то там встал А Непосредственно О чем идет Речь Об овсюге И, пожалуйста, вот он овсюг Если это горчица Вот она горчица Почки конского каштана Вот они, почки конского каштана То есть все соответствует тому Что здесь написано То и показано Так Познавательно Практически Дикая яблоня Вот, к сожалению Этот метод Ну, у нас не особо он Не особо он Популярен А больше Больше нажимает на лекарство Так Лето Время Уринотерапии Ага Я тут Описал Какая она бывает То есть Это из моей Книги Которая была Издана Уринотерапия Древние методы Толкования Практика А потом, по-моему Я ее переработал И назвал Из сосуда своего Боли еще расширена О детском здоровье Вот тут как раз Мамочкам надо знать Что и как делать О детском здоровье Так Вот тут Описывается Про 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 одну женщину Которая Которая была Вегетарианкой И родила ребенка В 32 года Значит Что там она ела Значит Вот В зависимости От беременности Поменялась Поменялись Пищевые привычки То она Любила салаты А теперь Стал Нравится Грейпфрут Лесные орешки Вот Что там Она дальше Делала Прогуливалась Делала упражнения Домашнюю работу И наконец Таки У нее родился сын Голова его была покрыта Густыми длинными Черными Курчами Волосами Вот Волосы Особенно бросаются В глаза Ибо большинства Новорожденных В наши дни Волос мало Или их вовсе нет Изумительный цвет кожи Был предметом Разговора врачей И сестер То есть Если человек Употребляет Живую пищу То естественно Живая пища В ней гораздо Больше Жизненный потенциал Потому что Жизненный потенциал Он сразу же уходит Как только пища Варится Вот естественно И Ребеночек Становится таким Живчиком Сделанным Знаете Из качественного Материала Потому что Мы все Говорим Ах Вот мы Хотим Там Дом Чтоб Кирпичики Были Чтоб Цемент Был Вот А если Сравнить Это С питанием И Кирпичи Дрянь И цемент Дрянь И в итоге Дом Дрянь А тут Когда мы Значит Хорошие Продукты То Не только Сам Человек Более Такой Жизнестойкий Как-то По-другому Выглядит Ну и Естественно Ребенок Который От него Рождается Значит Вернувшись Домой Она С жадностью Набросилась На сухофрукты Вот 60% Употребляемой Сырой Растительной Пищи Ставляли Фрукты А вот Кстати Кишечник У сына Заработал Только на Пятый День После Рождения Стул Был Нормальный Меня Беспокоил Его редкий Стул Тайно Раскрылась После Прочтения Одной Старой Книги О питании Грудных Людей Мне Отверждалось Что пища Усваивается Младенцем Так Хорошо Что Нечем Ходить Значит Редкий Стул Продолжался До тех Пор Пока Эрик Питался Грудью Батеринское Молоко Хорошо Усваивается Организмом Дали ему В 6 месяцев Дали Морковный Сок Потом Пошли Бананы Авокадо Там И после Того Как Он стал Это употреблять Где-то В 9 месяцев Стул У него Стал Регулярным Морковный Сок Ребенок Сам Выбирал Пищу Потому что У каждого Человека Вкус Как раз И говорит О том Что Не хватает И что Надо А не просто Первое Второе Третье Всем И отвалите Так Советы Дачнику Если Укусила Оса Что Делает Вот Если Укусил Вас Дикий Зверек Потом Пошли Душеполезные Чтения Иоанн Прозорливый Пустынник Который Жил В затворе В египетской Пустыне Так как Раньше Египет Была Христианская Страна То Там В пустынях Было Очень Много Монахов Которые Вот Спасались От Мирской Суеты Восходили По духовной Лестнице Совершенства Так Интересная Методика Которую я Применял Которую Рекомендую Красивые Слова И здоровье Великолепная Вещь Великолепная Вещь После того Как я Стал Заниматься Через меня Прошли Несколько Стихов Например Как раз О О словах Я тайну Слово Постигал Которые Бог Творил Миры Оно во мне Я это знаю Чудесной Дивной Красоты Оно Снова Существа Заставляет Сердце Биться Любить Творить И верить В жизнь Что вечно 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 Длится Его Я вспомнил Произнес И чудо Дивное Случилось Свет Счастья Брызнул Из меня И время Юности Явилось Теперь Живу Люблю Творю А слово Тайное Храню Так Как Прощать Очень Непростой Вопрос Очень Непростой Вопрос Но Надо Прощать Если Не научитесь Прощать Не научитесь Прощать Этот негатив Будет В вас И он Вас Разорвет Мало Что он На того Человека Будет Действовать Это Другой Вопрос А Основное Что Он В первую Очередь Будет Разрушать Вас Самих Субтитры 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 Продолжение следует...